Термоядерный приветик, с вами Playboy Атомный и это 31 эпизод игрушки World of Guns по сборке-разборке вооружения. И сегодня я решил уделить внимание различному специальному вооружению. Начнем мы с первенца 1942 года, пистолет Liberator FP45. Что это за такой пистолет? Это однозарядный пистолет, срок службы которого 50 выстрелов. И он предназначался для партизан Европы, для того чтобы, какой смысл был, что летит бомбардировщик, забрасывает множество вот таких пистолетов. Люди находят, этот пистолет поставляется с комиксом о том, как обслуживать в картинках действия по очереди, обслуживать этот пистолет. Здесь у него получается, он однозарядный. Вот здесь в нижней рукоятке, это просто коробочка с патронами. Там ничего на самом деле, ну то есть они не перезаряжаются вверх, а заряжаются в заднюю часть. То есть однозарядный он такой. И получается сбрашивают, разбрасывают эти пистолеты по местности. И потом, соответственно, люди подбирают и стреляют в немцев, а потом забирают более качественное оружие. Как бы вот такой был смысл. Его сделали максимально дешевым. Собрали в течение шести месяцев работы завода. Собрали один миллион таких пистолетов. Потом доправили в Британию. И там оказалась какая проблема. Что один бомбардировщик переносит шесть тысяч таких пистолетов. Ну и вы можете себе представить, сколько нужно ходок сделать бомбардировщику. Или сколько бомбардировщиков, чтобы разбросать таких пистолетов достаточное количество. Ну если допустим, скажем, тысяча, да, это будет сколько у нас, если шесть тысяч один, шестьдесят тысяч, шестьсот тысяч. Ну в принципе двести бомбардировщиков нужно. Это фактически полностью пролет один раз отбомбардироваться крупно. Ну британцы посмотрели на это, сказали, что это какая-то фигня и решили это не делать. В итоге эти пистолеты так никуда не попали. А потом их позже раздавали, просто кораблями привозили. И вот так вот раздавали где-то в Тайване, где-то еще в разных местах. Вот чтобы куда-то их деть. Наша концепция оказалась абсолютно бредовая. Давайте зайдем в функционирование и посмотрим, как это оружие функционирует. Как вы видите, это мобильная версия. Смотрим. Производим выстрел. Вот. Идет спуск, пружинка и просто удар по бойку. Все. Теперь осуществляется перезарядка. Вытаскиваем. С помощью палочки вытягиваем пулю и новую вкладываем. Все. Раз и снова. Точно так же. Он, конечно, маленький, помещается в руку. В принципе, с размером как мобильный телефон. Но абсолютная ерунда. Абсолютная ерунда. Тем не менее, крайне дешевый был. Давайте теперь его разберем. Он собирался из жестик. Крайне плохого качества. Ну, максимально дешевым, чтобы быть. Чтобы быть максимально дешевым. Ага, мы в сборку зашли. Ну, давайте соберем. То есть, вот он в разобранном состоянии. Смотрим. Первонаперво ствол. Присоединяем. Потом сверху. Вот это можно было сэкономить, например, и не делать вот эту рукоятку. То есть, вроде как бы дешево, но на самом деле не очень так. Если бы вот эту заднюю крышку не ставили бы, наоборот, даже быстрее и легче его было бы перезаряжать. То есть, знаете, вот говорится, что это супер дешевый пистолет. Но, мне кажется, не такой ужин и дешевый. Вот. Его можно было сделать еще дешевле. Вот, допустим, можно было бы обойтись без пружины. Как-нибудь еще посмотреть. То есть, просто курок. Раз, нажимаешь на, как его, на крючок спусковой и курок сразу бьет по затвору. Здесь же пружины добавили. Ну, короче, эту конструкцию есть куда упрощать. Вот это не надо. Часть вообще. Вот, например, получается прицельная планка. Тоже можно ее проще сделать. Как-то так. И, в конце концов, лучше его сделать перезарядом. Хотя бы, чтобы он перезаряжался. Ствол здесь не нарезной. Ствол здесь вот просто такой гладкоствольный. Поэтому дальность его стрельбы, ну, буквально эффективная. 6 метров. Где-то так. Все, мы его собрали. И давайте, наоборот, разберем. Немного обернуто получится. Видим, как выцовывается с помощью палочки. Палочка деревянная для того, чтобы вытаскивать гильзы, входила в комплект. Который сбрасывался. Должен был сбрасываться. Ну, как-то вот так вот получилось. Вытянули. А зачем вот эта пружинка? Совсем непонятно. Вот эта пружинка, по-моему, она вообще лишняя. Только вот эта нужна. Ну, такое себе, такое себе решение. Скоба зачем-то. Подняли. Штамповка. Фигня, я считаю. Ну, вот такое вот вооружение. Либератор FP-45. Причем, его собирали секретно. FP, это значит фаер-пистол. То есть, он в официальных документах проходил, как пистолет, фаер-пистолет, именно сигнальный, для подачи сигналов о помощи, там, что-то такое, ракет. И все детали у него специально переименовались. И именовались совсем. Вот это, допустим, не курок был, а кнопка называлась. То есть, вот это не ствол, а трубка. Специально так все переименовали детали, что супер-секретно, чтобы никто не догадался. Знаете, это про, как анекдот про неуловимого Джека. Есть такой неуловимый Джек. А почему он неуловимый? Потому что он нахер никому не нужен. Вот точно так же об этом оружии мало кто знает, потому что это оружие нахер кому-то нужно. Излишняя секретность, излишние прочие вещи сделаны. Понимаете, вот у американцев тоже они страдали вот этой херней. Еще и на примере такого неудачного оружия. А теперь мы перейдем к 80-м годам советскому вооружению. Вот, допустим, пистолет ПСС. Видите, он по компактности такого же где-то размера, как вот этот либератор. Но в отличие от либератора, он многозарядный. У него, по-моему, 6 патронов в обоями. И плюс он абсолютно бесшумный. За счет уникальной конструкции патронов. Вот эти патроны, они сделаны по-особому. Эти же патроны используются в пистолетных пулеметах АЭС ВАЛ ВСС Винторез. Вот, они же используются в пистолете следующем, который я покажу. Это уникальное оружие. Нож, стреляющий НРС-2. Видите, 83-й год. Вот эти же патроны используются. В чем их особенность? Дело в том, что пуля, вот она вот здесь расположена, она выталкивается вперед не пороховыми газовыми, а поршнем. То есть, за пулей стоит такой небольшой поршень, а за поршнем уже порох. Когда производится удар по капсюлю и выстрел, срабатывает, получается. Жалко, здесь нету показано, как устроятся патроны. Это было бы интересно показать, посмотреть. То есть, порох, как классический, начинает выталкивать поршень, и поршень выталкивает саму пулю. Чуть-чуть более сложная конструкция, но это существенно понижает шум. Почему? Потому что газы не вырываются никуда в ствол, они нигде не свистят, не пролетают, ничего. А они остаются прямо в патроне. И, соответственно, фактически не особо-то и нужен глушитель, а уровень шума очень-очень существенно снижен. Давайте перейдем к функционированию, посмотрим, как она работает, этот пистолет. Чудесное оружие для самообороны. Вы должны понимать, что рукоятка, фактически, если взять его в руку, в кулак, то большая часть будет закрыта. Вот эта часть уже будет полностью не видна. Вот только вот этот кусочек ствола, и вот насколько он маленький, и насколько он компактный. Он тонкий, как, собственно, телефон мобильный, поэтому его легко спрятать, легко ложить. Вот чтобы еще можно было бы сделать это прозрачную обойму, чтобы видеть количество патронов. Ну и, в принципе, многие части, я думаю, современную, если модель сделать, можно сделать из пластика вместо металля. Ну, это 83-й код. Давайте включим рентген, посмотрим, как он работает. Видите, даже звук сейчас, и сейчас звук включен, но мы не слышим ничего особого, потому что газы не покидают. Там видно, пока оно можно замедлить в 10 раз, и показать, как он внутри устроен, патрон. Видите, поршень, да? То есть, вот эта пуля при выстреле поршен выталкивает пулю. Вот, она полетела. А сам этот запирается. Таким образом, единственное, что здесь дает шум достаточно большой, ну, самый большой, который есть на самом мобильный, это вот эти клацающие части. То есть, фактически будут... Типа такие клацающие части, вот как-то так слышно. А самого выстрела не будет слышно, видно. То есть, он по размерам такой же, как либератор, вот этот ФП-45. Но это полноценный пистолет, еще и бесшумный. Вот. Я не знаю, какие свойства у этого патрона в плане останавливающих действий, но то, что это бесшумное, незаметное оружие, по-моему, из него можно стрелять вот на празднике в толпе какой-то, и никто не поймет, что кто-то стрелял. Многие похватятся только, когда кто-то там упадет, и окровавленный уже будет лежать. Вот это вот оружие, я называю. Так. Вот это вот оружие, я называю. Вернемся. Так, 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 выход. Все. Мы посмотрели, как он устроен. Теперь давайте разборку сделаем. И сразу же сборку. Разбирается он достаточно просто. Вытаскивается магазин. Все. Магазин типично с пружинкой. Ничего здесь необычного. Теперь, вот интересно снимается, получается, затвор. Смотрите. Вот здесь отсоединяется передняя часть, и тогда только назад вытаскивается весь затвор. Мне кажется, это... Ну, можно и попроще, а может и так оставить. Но мне в целом нравится. Вот это отличное оружие. Вытаскиваем пружинку. Здесь вот еще деталь. Все, по-моему, все вытащили. Да. Из затвора. Теперь разбираем, в принципе, рукоять и ударно-спусковой механизм. Здесь вот нужно такую небольшую детальку снять, и только после этого можно снимать рукоять. Не знаю почему. Смотрите, она пластиковая. Можно сделать прозрачной, это даже будет удобней. Здесь идет пружинка, и, в принципе, чем-то напоминает устройство пистолета ПМ. Но только ударно-спусковой механизм более простой. Смотрите, видите, один рычаг. Раз, сняли. Видим, что устройство тут совершенно свое, уникальное. Вот как вот, допустим, пружинка сделана, и из двух частей ствол сбирается. Все, разобрали. Вот такое вот бесшумное оружие. Теперь же сборка. Дальность его стрельбы 10-20 метров. Насколько я помню, он тоже гладкоствольный вроде бы. То есть он тоже весьма дешевый. Но он многозарядный, и он бесшумный. Это уже существенно лучше, чем... И его можно применять больше, чем 50 выстрелов, чем у FL-50. Ну, и, конечно, годы выпуска чуть-чуть другие. Крайне интересная конструкция. Давайте сюда. Вот теперь вот эти детали поставим. Есть. Курок. Пружина. Прямо все. Так, теперь ручку нужно и этот приклад. Я бы еще подумал бы, каким бы образом стерилизировать вот этот пистолет и нож, стреляющий NRS-2. Чтобы запчасти были ближе к друг другу, сходные. Все, собрали. И сейчас уникальное оружие, которое в детстве у меня было. Мне офицер вешал его на пояс. Это NRS-2. Только был черный такой чехольчик. Вот, металлический. И сама рукоятка тоже была черная. Здесь зеленая. Давайте перейдем к разборке. Посмотрим его устройство. Потом посмотрим, как он функционирует. И соберем, в конце концов. Поэтому, да, это как бы ножик моего детства. Вот. Многие дети играли под столом в дочке матери и в какие-то там игрушки-машинки. Я проходил курс молодого бойца. Играл патронами. Именно патронами. Вместе с пулей. Вот полная сборка. Холостыми патронами и боевыми патронами. И стрелянными гильзами. И в том числе фотографировался многое с оружием. Вот, например. Вот, например, у меня на поясе я ходил, не знаю, каким образом офицер приспособил маск-халат пограничный для меня. Но вот я маленьким шкетом был. Мне три года. И я в маск-халате. Три с половиной уже года было. И я в этом маск-халате ходил и фотографировался. Причем мне очень нравилось. Это клево. И смотрелось клево. Мне нравилось. Удобно в нем. Комфортно было. Вот. Лучше, чем в какой-то гражданской одежде. Которая вкоплена из Европы. Супер классная. Там что-то. Не знаю. Кстати, я смотрел видео. Снимает бывший военный. Морской пехотинец США. Он снимает различные камуфляжи. И показывает, как он в лесу маскируется. Это с точки зрения полезно. С точки зрения понимания, как работает маскировка. И с другой стороны он показывал, как эти камуфляжи работают. Так вот. Камуфляж пограничный. Такой. Березка он, по-моему, называется. Он один из лучших камуфляжей. Очень простой узор. Кажется странный. Но он работает просто прекрасно. Это один из лучших камуфляжов. В мире. Другие современные пиксельные камуфляжи. Они намного хуже. Они не защищают. Даже вот. Он проверял и российские вот эти. Такие пиксельные камуфляжи. Он проверял и американские пиксельные камуфляжи. Они хуже. В лесной местности. Камуфлируют. Чем вот этот пограничный. Такой березка. Которая называется. Интересное было открытие. Ну и на самом деле, да. Это то, что показывает, что камуфляжом надо уметь пользоваться. Вот. И я даже играл в такую игру. Смотрю на... То есть он видео показывает. И он каждый раз прячется там. И, соответственно, нужно обнаружить, где он находится. Вот. Без тренировки, конечно, непривычно и сложно. И если чуть-чуть потренироваться, то шансы выжить есть. И потому что можно обнаружить людей, которые камуфлируются. Есть характерные места, где они камуфлируются. И там достаточно заметно становится. Но это только если просматривать вот эти видео по камуфлированию, как они камуфлируются, как смотрят. Этот опыт дается. И я уверен, что большинство срочной службы, да даже спецназ, навряд ли проходят такое обучение по просмотру того, как выглядит камуфляж, как он работает. И как защищают различные камуфляжи. Это разве что какие-то научно-исследовательские институты, которые занимаются такой работой. Там могут люди таким заниматься и проводить. Но, понимаете, это редкий опыт для военнослужащих. И, как всегда, подготовка именно людей, методик, все это крайне хреновое в вооруженных силах СНГ. Интересный такой опыт был. И вот в детстве я в этом камуфляжике ходил. И у меня на поясе, на офицерском желтом поясе со звездой такой, висел вот такой вот нож с черными ножнами и черной рукояткой. Если здесь зеленая, то там черная была. Поэтому такая вот игрушечка у меня в детстве была. А вы играли в машинки, да. И пока я переживал невесомость, когда, потому что мы летали на вертолетах, туда, где находилась погранзастава, где мы жили, туда можно было добраться на вертолете, а потом еще на БТРе проехать по горным дорогам. И, соответственно, летали на вертолете. И, чтобы в них не попала ракета, они выполняли маневр горка. То есть это вот поднимается вверх, а потом резко спускается вниз. Снова поднимается вверх и все равно спускается вниз. И вот в моменте спуска вниз возникает чувство невесомости. Получается, в детстве я переживал даже чувство невесомости. Вот почему мне нравится детство, несмотря на те жесткие ситуации, которые там происходили. Ну и те жесткие ситуации, они все-таки опыт дали. Соответственно, я прекрасно понимал, что то, что происходит в СНГ, вот эти гражданские войны, которые возникают с одной стороны, беловласовцы, националисты русские развязывают. А с другой стороны местные националисты, там грузины, эти самые, как они, бендеровцы в Украине, в Молдове еще кто-то свои. Они, чечены вот тоже, они всегда конфликтуют друг с другом. И я понимал, что это ошибочно. И я понимал, насколько хреновая подготовка на самом деле там всех. Соответственно, нет смысла туда лезть и лучше держаться подальше. Потому что с теми принципами, которые люди пошли... Понимаете, люди возвращаются из котла. Вот я вспоминаю советские видео по 13-й заставе. Есть документальное видео в сети, тоже можно посмотреть. Вышли солдаты из окружения. Часть из них погибла. То есть там, получается, ну где-то половина заставы погибла в бою. Они вышли из окружения. Они рыдают. Они плачут. И они бы хотели бы спасти своих друзей. То есть они выжили, они спаслись. И вот как бы выжить, да? Ну то есть выжили, вроде должны быть счастливы. Но они не счастливы. Потому что они бы хотели бы еще спасти своих друзей. Совсем другой взгляд и подход. И даже некоторые из них готовы сразу еще раз идти для того, чтобы выручить. Вот если там кто-то уцелел. Ну там другие есть видео тоже с афганской войны. Советско-афганской. Там где на выручку готовы были идти. Там где много таких ситуаций. Там где разминирующий танкист, который на минном тралле работает. Штук 70 контузий получил и продолжает работать. Потому что надо же разминировать и помогать людям. Совсем другое мышление. И конечно больше взаимовыручки, больше человечности. И современные видео уже когда выходили украинские войска из котлов. Где они едут на подбитых машинах. Там их в котле товарищи остались. Там кого-то убили. Они все лыбятся. У них улыбки до ушей. Вот такая вот взаимовыручка у современных солдат. Понимаете? То есть едут из окружения и показывают улыбка до ушей. Мы выбрались отлично, хорошо. А товарищи? А как это объяснить? Ну товарищи там остались. А без разницы. Вот это и говорит о том, как современные взгляды на все это. Там и с подготовкой такая же херня. А когда они приваривают вот эти бессмысленные матрасы и прочие. Что типа думают, что струя не достанет и не прожгет насквозь этот БТР от РПГ-7 фугасного снаряда. Прожгет спокойно. Ну то есть они сидят и думают, что не прожгет, все нормально, что ты говоришь. Мы же служим, мы дебилы. Мы лучше знаем, как оно на самом деле устроено. А то, что в сети есть тесты, показывают разнесенная броня. Там разнос 2 метра. 2 метра разнос. И оно прожигает все насквозь. Нафиг. Это кому надо? Зачем это смотреть? Ну не смотрят, так пусть не смотрят. Их проблемы. Перейдем к функционированию. Самое интересное, что то, что я рассказываю, мне можно рассказывать. Потому что никаких бумажек в 3 года я не подписывал. Соответственно, никакой секретности нет. Меня видим. Это тот же патрон. Если мы сделаем замедление, сейчас замедление 10 раз. Давайте сделаем взвод. Сбоку вот взводится курок. Все, он взведен. И вот здесь кнопка выстрела. Давайте чуть-чуть повернемся, чтобы посмотреть, как производится выстрел. Вот, нажим отворачивается и производится выстрел. Здесь вот такой, видите, вот этот поршень, который запирает газы. И, соответственно, выстрел бесшумно идет. И видим, что ствол прикрыт фактически только резиновой вот такой вкладочкой. Давайте перезарядка и выключить. Мне не нравится механизм перезарядки. Вот смотрите. Нужно вытащить ствол, потом его вставить. И я бы хотел бы какой-то более простой. Допустим, как у гранатометов подствольных. Это ГП-25, ГП-30, когда граната вставляется просто через ствол и проталкивается туда. Вот я бы хотел, чтобы курок взведения. То есть мы вставляем патрон сюда. И потом с помощью курка взведения он доводится назад к бойку. И готов к выстрелу. Кроме того, мне не нравится, сколько надо разных действий сделать. Вот, допустим, смотрите. Взвод. Прежде чем сделать выстрел из ножа. С моей точки зрения, это должно быть одним пальцем взведения. И этим же пальцем выстрел. Человек даже не мог понять. Перед ним нож. Большим пальцем. Вот здесь. Он взводится. И потом просто наводится и выстреливается. Все. Вот, это фактически оружие рукопашного боя. Огонь. Поэтому, я думаю, может есть даже НРС-3. Куда развиваться этой модели. Есть куда. Выходим. Давайте начинаем сборку. Вот. Точно так же я, например, присутствовал в три года в зале офицеров. Там, где они планировали бой. Тактически. Сидели над картами. Принимали решение, что делать. Вот. И каким образом решать ту или иную задачу. Поэтому в три года я знал намного больше. И пережил даже боевые действия. Больше, чем все вы, кто может посмотреть это видео. Зрители. Как-то так. Вот. Видим здесь механизм. Вот этот боковое заведение. Мне не нравится, как сделать. Можно проще и лучше сделать. Вот. Перезаряд. Куда устанавливаем? Заведение. А как? Тут не подписано, как, к сожалению. И вставляем. Все. Осталась одна единственная деталька. Вот эта вот пимпочка. И так же присутствовал в классах по политподготовке. Когда нам объясняли, что делают советские войска в Афганистане. Всем солдатам это объясняли. И я там присутствовал. Я все это слушал. И запоминал. Наверное, поэтому я и остался более патриотичен и более привержен к Советскому Союзу. Потому что, в отличие от детей и школьников, которым все это из рук вон плохо, преподавали политподготовку, я проходил курс военной политподготовки в возрасте трех лет. Если эта политподготовка достаточно сильно влияет на взрослых, то насколько сильно она повлияла на меня, как на ребенка. Вот. Соответственно, поэтому я и остаюсь, наверное, верен Советскому Союзу. И лучше отношусь. Потому что, да, эта подготовка оказалась политически правильной. И вот такую подготовку нужно проводить всем детям. С трех лет. И тогда люди будут верны, то есть в следующей стране, которую мы создадим. Когда мы ее создадим. Люди будут гораздо верны идеям. Как раз доверны этой стране. И если какой-то предатель доберется наверх, его просто снимут и потом осудят и казнят как предателя. Вот и все. И никто подчиняться ему не будет. Как не подчиняюсь я. Вот так вот. Прикручиваем последнюю деталь. Вот такие вот спецвооружения. Мы посмотрели на американский пистолет. Получается, как он называется? Ну, партизанский. НРС-2. Мы посмотрели на советское специальное бесшумное вооружение. Вот вспомнили мое детство, когда у меня был вот такой вот ножичек. Соответственно, как-то вот так вот. Еще был НРС-1, но я не знаю как. Может быть, кстати, у меня был не НРС-2, а вот НРС-1 первая модель. Этого я уже подробностей не знаю. Вот. Я знаю, что вот такой же чехол был, что вот такая конструкция приблизительно была, только черная. Ну, то, что помню. Вот по детству. Ну, а с вами был Playboy Атомный. Оценивайте видео, пишите комментарии, скажите, что я не прав, что я какой-то плохой. Вот так и так. Или не скажите. Наоборот, поддержите. Тоже будет приятно. Даже это будет приятнее. Ну, а на этом все. До следующей серии. Только революция, только победа.